В последнее время все чаще и чаще можно услышать о совершаемых самоубийствах. Суицидальное поведение является одной из форм девиантного поведения и означает наличие у субъекта патологического образа мышления, включающего возникновение мыслей о самоубийстве, их обдумывании, разработку плана совершения суицидального акта. Суицидальное поведение также включает непосредственно выполнение попыток по лишению себя жизни. Корреспондент нашего телеканала побеседовал с психологом и узнал, как побороть суицидальное поведение. Причиной самоубийства может стать неудачная любовь, пережитое физическое насилие, регулярные издевательства сверстников. Неудачи в учебной деятельности, провалы творческих проектов, трудности в профессиональной сфере также могут подтолкнуть человека к суициду. Профилактика суицидов – это работа, требующая неоднократных системных занятий. Весьма важно, чтобы и взрослые, и молодые люди чувствовали ответственность за свои поступки, ведь это позволит избежать неотвратимых последствий. Родители в погоне за тем, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, зачастую упускают из внимания необходимость дарить ребенку тепло, проявлять заботу. Они стараются обеспечить его жильем, чтобы он был сыт и накормлен, чтобы имел последнюю модель телефона. При этом из вида упускается необходимость время от времени общаться с ребенком, разговаривать, обращать внимание на его нужды и взгляды. Даже если ребенку 30 лет, он хочет время от времени быть окружен вниманием родителей. Это в действительности так. А бывает, что у ребенка нет телефона. В качестве примера можно привезти детей из малообеспеченных семей. Из-за этого они некомфортно чувствуют себя в обществе, считают себя изгоями. Они стесняются этого. Прежде всего необходимо помнить, что за любое суицидальное поведение ребенка в ответе взрослые. Считается, что одним из сильных факторов, удерживающих молодых людей в жизни, является отношение с родителями. Если отношение строится на доверительной основе, родители относятся к ребенку как к партнеру, тогда формируются защитные механизмы, предохраняющие подростка от суицидального поведения.